артем день добрый добрый день как ты меня слышишь отлично слышу а понятно смотри что меня интересует рынок находится акции под давлением продавцов вместе с тем ряд лиц которые консультанты аналитики да они рекомендовали еще до начала там спецоперации покупать акции и они во время спецоперации продолжают также вести типа пилите шуры пилите пилите за при этом за полгода например русал упал на 50 процентов норникель упал на 40 процентов полюс упал на ну там 56 процентов то есть они как зомби идут понимаешь сейчас будет атомная война ничего покупаем покупаем идем вперед покупаем я не прав ну я думаю есть разные консультанты если ты хочешь услышать мое мнение то я его и высказывал тебе и после начала своего что я ожидаю боковика целом со снижением рынка таким долгосрочным и так сейчас и происходит к сожалению происходит ну то есть я ожидал что это будет скажем так снижение рынка без новостей но на нас еще подогревают негативные новости лет снижение бывает ускоряется потом его выкупают но общий тренд вниз он не меняется отсюда какая может быть стратегия но стратегия номер один действительно не лезть на рынок акций потому что мы не знаем когда закончится это падение то же время мы не знаем и когда закончится рост в этом плане либо мы говорим что фондовый рынок это сейчас акции просто не берем до сидим в облигациях сидим в инструментах которые от девальвации рубля то есть например наличная валюта либо золото либо мы часть портфеля направляем на рынок акций но медленно то есть там постепенно раз в месяц понемногу закупаемся цель такой покупки купить по средний за год то есть у тебя точно будет первые покупки убыток но средний у тебя будет достаточно хороших такой плохой год когда собственно неизвестно что будет то есть в любой момент может случиться например перемирие и рынок скорее всего отреагирует на это рост но такую положительную историю мы сейчас не предугадаем просто надо первое не покупать сразу на все деньги чтобы не нарваться на русал который упал на 50 процентов это что еще называл да то есть главная ошибка какая после слова покупаю бежать и покупать на все деньги вот ты знаешь мою стратегию я так делать не люблю я докупаю по чуть-чуть постепенно и это мне позволяет ну например по акциям которые были до и своего среднего выправлять по акциям которые были после своего уже точно смотреть что с ними происходит после покупки стоит ли их продолжать да то есть я например покупал dvmp он вполне неплохо после этого вырос но сейчас все равно вниз скорректироваться я покупал позитив технологии вот у меня сейчас около нуля хотя тоже неплохо вырос то есть точные истории можно брать сейчас но весь индекс я бы точно не покупал да вот я думаю зомби инвесторы они же их инвесторы вкусают устают они тоже тем заражаются что можно покупать 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 пока она не полезет обратно все ну это такая хорошая история да то есть всегда мы живем я вот предлагаю предлагаю нашим слушателям подумать над этим что мы все время живем в такой истории что сейчас покупать рано потому что все падает а сейчас покупать поздно потому что все выросло но вот купить вовремя практически никому не удается и я бы я бы слушал об этих зомби инвесторов если бы они не облажались так сильно а теперь понятно и так это сломанные будильники покажут в какой-то момент правильное время когда-нибудь точно покажут но опять же и я говорю покупать вопрос в том какую стратегию я подразумеваю покупкой вот в чем разница если бы я не уточнял да просто идите все дружно покупать тогда да тогда там проблемы я бы мог тоже откажется а ты на какую часть своих накопления покупаешь акции ну вот сейчас конкретно у меня и как раз из-за падения рынка акций 25 процентов только в акциях вот все остальное большая часть это в инструментах с фиксированной доходностью меньше этого экзотики но опять же примерно 25 в экзотике 50 с фиксированной доходностью и 25 в акции не то есть несмотря на то что я докупаю именно акции их доля в портфеле у меня не растет и даже падает именно из-за того что падает сам рынок понятно а скажи какие изменения были за вот мы неделю не виделись в твоем портфеле ну в целом на самом деле неделя была недостаточно активнее в плане моих покупок хотя новостей была целая куча то есть у нас именно первое присоединились новые территории российской федерации на это рынок отреагировал но сначала это умеренным ростом потом все уже концу неделю подошло к снижению потом ожидались санкции от сша и европы нас эти партнеры нетрадиционные конечно не подвели и санкции там вводят но параметры этих санкций на мой взгляд такие гораздо менее серьезные чем можно было бы ожидать то есть они долго долго обсуждали что будет введен потолок цен на нефть на мой взгляд он был бы введен вне зависимости от того что сейчас делает россия но смысл этого потолка на мой взгляд обратно от того что проецируется потому что если скажем так нефть она же может упасть на если она будет стоить мало то мы будем укладываться в этот потолок если и продавать в том числе и в европу и в сша если она будет стоить много то мы найдем контрагентов которые со скидкой у нас будет покупать нефть то есть между прочим россия номер один сейчас по поставкам в китай и номер два по поставкам в индию это там нефти и нефтепродуктов потеснили там саудовскую аравию с перман по моему в инди в инди в прошлом месяце упали нас поставки я помню ну мы на втором месте все равно даже с учетом упавших поставок я думаю саудовская аравия не расстраиваться потому что она занимает место россии в европе и в сша и продает свою нефть без скидок поэтому это такой скажем так взаимовыгодный обмен и и пока вот опек плюс проголосовала за снижение добычи причем на объем в два раза больше чем ожидал рынок это интересная история хотя к чему она приведет непонятно потому что у нас что вот глобально происходит если забыть про наши локальные политические истории глобально происходит инфляция в сша инфляция в европе которую пытаются загасить ростом ключевых ставок сейчас фрс сша ставку достаточно сильно вырастил то есть 0 25 в начале года он ее вырастил по моему уже то ли три с половиной то ли четыре процента то есть это глобальный рост который приводит к тому что доллар дорожает ко всем валютам мировым они к нему дешевеют в том числе как такая прокси валюта это там нефть и золото они тоже к доллару падают и вот сдержать это падение опек решил тем что снизить добычку интересное решение то есть интересно будет если получится продавать за дорого нефть на то есть будет нефть которая еще и стоит как дорогой доллар вот это интересная история пока европейский союз кстати ключевую ставку тоже подымает но спред высокий из сша и капиталы по идее перетекают сша сейчас опять же не в рынок акций сша все равно когда так растет ставка фрс все плечи закрываются в том числе и в сша и рынок акций должен там падать он в общем по моему успешно это и делает но отражались сейчас для многих глобальных инвесторов выглядит отличным способом вложиться да конечно это очень интересно а что у тебя сейчас на твоем по телеграм канале смотри у меня но в целом медийная деятельности развивается я прошлое воскресенье решил что пора уже и youtube делать сделал youtube канал записал там один ролик с обзором новостей за неделю а я думал поздравление владимир владимирович путину так что вот у меня сейчас такие 33 соц сети то есть telegram я веду активно youtube раз в неделю планирую ролик делать по ну по разным тематикам чтобы с тобой не конкурировать точно не буду никаких интервью брать и будет инстаграм все никак у меня руки до него не доходят из-за vpn вот поэтому там активности поменьше там больше у меня к это вот так развиваю понятно но вот есть обратная связь с раскручена твоим телеграмм что там люди пишут вот какие у них хотелки наверняка спрашивают когда обратно акции разморозят нет это уже вопрос прошли потому что честно говоря ну что я могу ответить людям я могу сказать что самое правильное место это обратиться к своему брокеру потому что у своего у вашего брокера есть такая команда специалистов которая каждый день занимается этими вопросами ищет варианты как разблокировать вам акции и только они вам могут дать какой-то никаких волшебных людей которые разблокируют для долю малую вам акции если привести к другому брокеру ну я не знаю может такие есть но они может быть не публичный что касается вопросов когда акция падает вообще любая тут же сыпется вопросы то есть если падает полюс меня спрашивают что вы думаете про полюс если падает селегдар что вы думаете про селегдар и так далее то есть реальность такая что людей больше всего интересуют акции которые резко упали то есть хочется купить со словами налетай подешевела и хочется услышать человек который скажет да да это отличная идея давайте брать это наверное главный такой паттерн который я вижу вообще у людей я вижу в этом больше такой знаешь психологическую историю чем экономическую хотя в целом вот сейчас меня сколько сколько спрашивали про лукойл может быть дивидендов газпрома я как раз лукойл куплю сбер-прев рост нефти немножко вот то есть опять же чем интересен может быть лукойл что он тоже может объявить дивиденды и тогда вырастет но опять же а что с ним дальше делать если смотреть на график газпрома то он с момента голосования акционеров за дивиденды точнее с момент того что объявили дивиденды он вырос с момента голосования тоже был небольшой рост но по факту сейчас торгуются примерно на уровне когда вот этих событий по дивидендам то есть наверное то же самое будет с лукойлом тогда по сути это будет спекулятивная идея купить сейчас дождаться повестки что дивиденды объявляем и продать на каком-то там все минутном росте дождался повестки тут вздрогнул на словах повестка нет ну хорошим понятно а что по газпромам просто раз и позапрошло очень подробно то ситуацию разбирали а надо либо подбирать газпром после сочетки смотри я вот как раз своем telegram канале тоже в ответ на запрос людей опубликовал такую статью небольшую что делать людям которые купили газпром по 350 потому что если его купила до сих пор не продал то ты находишься в убытке и стратегия например такая самая осторожная продать его переложиться куда не там в фазе не знаю по 12 годовых например которые но сейчас сложно но можно найти вот она все равно не дает хорошего ответа то есть потому что на 5 лет ждать чтобы по текущей цене окупиться в этом плане я больше ну именно в такой ситуации хотя у меня она не особо лучше у меня например средний по газпром 260 я тоже могу продать но тоже будет убыток может быть не такой катастрофический в этом плане на мой взгляд лучше просчитать наиболее вероятно дивиденды газпрома в следующем году и ну за двадцать второй год и за двадцать третий год так по моим расчетам будет примерно 25 рублей исходя из того что прервались поставки в европу но сами цены на газ и сами цены на эту эту на нефть достаточно высокие то есть те остатки экспорт которые есть они все равно приносят достаточно большие деньги и плюс все ожидают девальвации рубля то есть опять же если смотреть на рубли то можно продавать меньше газа но в рублях получать два раза больше деньги в этом плане на мой взгляд логичнее оставаться в газпроме получить эти дивиденды вот их уже можно отнести фаза по 12 процентов получить следующие дивиденды тоже отнести в фаза по 12 и на новостях за дивиденды по дивидендам за двадцать третий год который будет где-то в середине двадцать четвертого уже можно по 250 из газпрома планировать выйти и тогда выйдешь но лет там займет два года примерно что в общем-то текущий момент неплохо я по одного портфеля купил 200 по 250 газпром но потом два раза улучшал среднюю один дядя здесь на канале он усек что купил по 250 но не усек что я писал про свои операции как улучшая среднюю и он до сих пор думаю думать что я сижу в газпроме вот по 250 но смотри что такое газпром по 250 вот давай это через дивидендную доходность как аналог облигации разберем я думаю будет интересно то есть тебе во-первых приду дивиденды 50 рублей то есть это там первый год у тебя 20-25 доходность в следующий год скорее всего придут 25 но опять что значит скорее все по моим расчетам 25 ты получишь 10 процентов и еще раз 10 и при таком сценарии по 250 ты всякой газпром продаж вот тогда получается история что ты получишь какую-то но в районе 17 годовых получишь за три года это консервативный прогноз а еще у нас еще одна нитка целая северного потока 2 да да вот орловский вообще в интервью недавно сказал что вот он видит дивиденд за следующий год 40 рублей 40 рублей за 20 я его понял так что 40 рублей за двадцать второй год и 40 рублей за 23 он по моему оптимистично но с другой стороны вот такой прогноз был а тогда твоя доходность будет еще больше а вообще те кто давно на рынке знают что вот негатив и эйфория меняются очень быстро и в этом плане стоит газпрому хоть как-то последовательно себя начать вести тут же появится фанаты и вообще его успешно разгонит сейчас поток негативных новостей орловский это моя боль сначала на две недели перенесли вчера еще на две недели перенесли и я чувствую как раз мы вырулим на двадцать девято число конференцию смарт-лаб газе орловский будет выступать замечательно тогда нет смысла вообще потому что он и так выступит но он же у него же разносторонний взгляд на рынок он практически по любой акции может лекцию прочитать поэтому всегда его интересно послушать паре то что ты думаешь по поводу юаня он стала жевать я думаю что не юань стала жевать рубль стала слабеть ко всем валютам причем на самом деле пока не ясно так лет потому что да он слабеет там седьмую торговую сессию подряд но по сути это там история полутора недель и за это время он из коридора там шестьдесят два пятьдесят восемь долларов он так из него и не вышел и пока не видно что не будет очередного залива из шестидесяти двух что рубль не начнет к добру падать и юань рубль это такая же история как и рубль доллар то есть либо рубль укрепляется ко всем валютам либо слабым ко всем поэтому юань здесь это просто как бы способ хеджа от ослабления рубля такого глобального и все то есть нет такой отдельной истории что он вот рубль будет укрепляться к доллару и слабить к юаню такого на мой взгляд не будет понятно как ты думаешь сколько через какое-то время наш рынок выздорове ты так намекнул надежду дал на какое-то перемирие так в начале люди писать будут а когда же будет это перемирие еще писать дня ну если фундаментально смотреть на вещи то разумеется реальным сигналом к выздоровлению рынка будет получение этим самым рынком отчетности по всем эмитентам годовой это например может быть отчетность за 22 год который мы получим двадцать третьем году то есть и банки опубликуют годовой отчетности газпром и все наши металлурги и там будет видно тех эмитентов которые прекрасно себя чувствуют чувствовали в этот непростой год по ним может начаться рост если смотреть еще глобальнее то скорее даже интересует отчетных годовая за 23 год потому что люди будут говорить да может быть какие-то там остаточные хорошие явления в двадцать втором году у вас были на в двадцать третьем точно вы плохо себя будете чувствовать и так далее то есть вот это должно быть подтверждение рынку что те эмитенты которые хорошо себя чувствовали до двадцать второго года хорошо себя чувствовали в двадцать втором они также будет себя хорошо чувствовать и в двадцать третьем тогда будет уже точный рост мы сейчас по тем эмитентам которые не остановили публикацию отчетности но тот же двумп видим что рост продолжается набирает обороты тут уже другой вопрос что ждать от двумп потому что дивиденды там не наверное в ближайший год не дождешься то есть акция рост ну не всем они подходят недооцененные акции сейчас брать вообще опасно потому что сейчас как раз тот период когда за дешево продаются активы тогда это недооцененность не раскроется дивидендные дивидендные можно брать вот как раз если кто сейчас формирует портфель обратить внимание на те компании которые эти дивиденды платили в двадцать втором году платили и например их не откладывали не отменяли прочее то есть может быть газпром и сбербанк вам не попадут в портфель но другие эмитенты попадут вот это эмитенты которые способны платить и в трудные времена ну чё мне пора уже в магазин идти ты представляешь ходил к врачу сейчас а теперь мне нужно найти белый белое меню продукты которые зубы не красят вот и пойду что-то искать я понял я понял отлично рассказал про рост акции я пошел за спичками тушенкой свечами вот я все нормально все хорошо просто вчера лукьянов выступал и и зубы такие у него белые белые это дужу раз такое дело на сходить стоматологом все спасибо большое интересное интервью спасибо спасибо что Субтитры создавал DimaTorzok